Я снимаю сейчас, как Настя закручивает, выделяет прядь и попросил ее сделать закручивание концов. Да, вот она сейчас закрутила, но без подхвата пальцами. А я ее прошу, чтобы ты прямо прядь пальцами захватила, и я ей покажу, что она делает немножко не совсем так. Так, вот это очень интересно. Так, еще раз давай-давай. Да, ну и хорошо, и дальше вниз. Вот, да, вот так вот, да, 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 хорошо. Теперь не выключай фен, вернее, нет, 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 смотри, что я делаю. Я беру кучку волос и вот тут тебе сюда рассыпаю, ну, бывает такое, например, да, вот. А сейчас сделай то же самое, что ты делала. Да, вот поняла тему, да, зачем я это сделал. Хорошо. Ну, сейчас я думаю, сейчас, чтобы кто-нибудь снял. Давай, чтобы кто-нибудь снял. Соня, сними, пожалуйста, вот возьми и держи так, чтобы я был. Смотрите, что я показал и почему я именно это сделал. Почему я взял сейчас, бросил на пол сухие волосы, да, чтобы показать, что они разлетаются. А когда они разлетаются? Когда ты фен вниз направляешь. Потом еще один момент, может, не очень было видно, когда ты фен сделал и у тебя вот здесь вот так волосы тоже, да, понимаешь. Фен надо так держать, чтобы ни на себя не направлять, ни вниз не направлять. Ну, по крайней мере, без вот, без брашинга, а просто, чтобы вниз. Да, можно сказать, что, ну, мы же должны все подмести здесь, прежде чем делать укладку. Это правильно. Но, тем не менее, на полу всегда бывает что-нибудь. А вот еще на соседних столах бывает фольга лежит. И если феном вот так вот во время укладки в стороны и вниз крутить, то пыль по полу все равно летит. Иногда у соседнего кресла волосы даже летят. Я в одном салоне видел, как я сидел на зоне рецепшена, ну, там просто зал общий был. И вот так вот ехали волосы по полу. Потому что, да, это было, может, метров пять от кресла мастера. Но он так вот держал ножницы, вернее, фен вот так в пол. И салон был достаточно дорогой. Ну, нет соображений, ну, у мастера в тот момент не было мысли, что он что-то делает не так. А перед рецепшеном вот так волосы по полу ползают. Хорошо. Почему еще важен момент, что нам надо подхватывать волосы, вот уметь подхватывать волосы снизу? Потому что вот сейчас на этой пряди, да, ты так делаешь, оп, и у тебя волосы вот так вот захватываются брашингом. И поэтому можно так не делать. Уверяю тебя, есть такие волосы более гладкие, тяжелые, которые ты начнешь вот так вот заворачивать. Они одни завернутся, другие нет, потом там какая-то вот такая создается, видишь, вот, борода или как ее назвать. То есть вот несколько этих моментов надо учитывать в один. Да, поэтому какая у нас техника? Вот мы делаем, и вот смотри, фен держишь наверх, сюда вот так накладываешь, и вот этими пальцами туда, вот видишь, где у меня сейчас пальцы? И они контролируют, что ничего снизу у тебя уже не, ну, в бороду не закрутится. А фен при этом наверх. Тогда мы ставим так, и смотри, фен на меня не дует, на мои волосы не дует. Вот движение фена, и вот я его ставлю. Протягиваю, снова беру пальцами, опять, смотри, вот так вот подхватываю. Вот чему тебе сейчас надо поучиться. Да? Так, ты, можно я тебя в учебный ролик вставлю? Я буду останавливать на этом месте и говорить, а вот теперь посмотрите, в чем ошибки. Ну, и потом дальше прокручиваем, в чем ошибки. Хорошо, давай, потренируйся. Через некоторое время я сниму, как она будет делать хорошо.